В декабре темнеет рано, а значит увидеть велосипедиста и пешехода, особенно на неосвещенных улицах и перекрестках, водителю сложно. Тем более, если эти участники дорожного движения не обозначены световозвращающими элементами. Только с начала года на дорогах области по вине самих пешеходов произошло 69 дорожно-транспортных происшествий. 27 человек были в состоянии алкогольного опьянения. С начала текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 29 человек погибли и 105 получили травмы различной степени тяжести. Все знают, что наличие световозвращающих элементов необходимо. Она позволит уберечь себя от трагедии, но соблюдают правила далеко не все. Если тротуара нет, где движемся? По обочине сначала, если нет и обочины, то по краю проезжей части, но не далее одного метра от правого края. И в темное время что используем? Фликер. Для пешехода не выходить на красный и не выходить на проезжую часть. Необходимо двигаться быстро и смотреть направо, налево. А на встречу или по ходу движения? По ходу движения. Неправильно. Ой, на встречу. На встречу. Если же пешеход или велосипедист игнорирует правила дорожного движения и произошло ДТП, то можно и заплатить штраф до трех базовых величин. Также в зоне внимания ГАИ парковки. На них в часы пик свободных мест обычно не хватает. И тогда специально отведенные места для автолюбителей с ограниченными возможностями занимают другие водители. Причем многие понимают, что делать этого нельзя. Я знаю, что около каждого торгового центра есть места для инвалидов. Но вот сегодня я немного нарушила, потому что не сообразила и припарковала машину на инвалидном месте. Но я знаю, и больше такого с моей стороны не повторится. И всем своим знакомым, друзьям буду говорить, что так делать нельзя. Не заметила, не увидела, припарковалась в неположенном месте. Ну, впредь, конечно, так не буду делать, потому что, ну, суета, хаос. Я вот заскочила на секунду, называется. Конечно, призываю всех, не паркуйтесь на местах для инвалидов. Тысячи нарушений правил парковки за уходящий год выявили сотрудники ГАИ области. И это при том, что с 1 марта ужесточились меры административного воздействия. Если водитель припарковался на место для инвалидов и при этом не имеет документа, подтверждающего инвалидность, ему грозит административная ответственность от предупреждения до двух базовых величин. При повторном нарушении в течение года предусмотрен штраф в размере двух базовых величин. Помимо штрафа автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. В таком случае нарушителю придется оплатить расходы по эвакуации. Во время профилактических месяц водителями сотрудники ГАИ раздали памятки, где рассказали о мерах ответственности за нарушение правил парковки. Юрий Печер, Тигран Акопян, Александр Севицкий, телерадиокомпания Брест.